Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». По уже доброй традиции третьего сезона мы не будем стараться показать все номинации, а выберем только самые отменные и качественные реплеи. Так что вас ждёт много интересного, вкусного и... артиллерия. Ну что, заинтриговал? Тогда вперёд на разогрев! Начнём с «Жемчужной реки». Наш герой — советский средний танк А-44, который, оказывается, очень даже может сойти за аппетитную рыбку. Вы только посмотрите, сколько голодных и кровожадных пеликанов пытаются отхватить кусок от нашего окунька. Однако ловкость и меткость позволяют ему не только выжить, но ещё поставить половину вражеской команды в очень непривычные для них позы — клювом в дно! Продолжение разогрева нас ждёт рассказ об очень уж хитром малыше — Т-127. Карта «Энск» — бой протекает стандарта. ЛТ набирает шесть фрагов и остаётся один на один с вражеским «Секстон-2». Естественно, у Т-127 возникает непреодолимое желание пополнить свою копилку ещё одним лёгким убийством. Но и тут всё стандартно — выезд, получение урона, и ставим арту на гуслю. Эмм, ладно, ещё раз на гуслю. Теперь-то уж точно всё. Хотя нет. Гусля... 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 О! Урон! И ещё урон! Хм... А снаряды-то кончаются. Последний выстрел проходит, но у арты остаётся одна единица прочности. Теперь — на таран! Конечно, многие догадались, что это представление для получения медали Фадина. Вот только на такой исход Т-127 определённо не рассчитывал. А закончим разогрев очень гордой и настойчивой артиллерией. Бедняжка МХ-13F3 осталась на Вестфилде, совсем одна против взвода из двух из шестых, которые уже набили 11 фрагов и мечтают полакомиться 12-м. Но не тут-то было. Наша француженка не намерена просто так отдавать победу. Воспользовавшись нежеланием врагов захватывать базу, арта едет на захват сама. Чуть погодя враги всё-таки одумались, а это значит, что нашу смелую боевую подругу скоро ждёт встреча с неприятелем. Арта пытается попасть по противнику на базе вслепую, но, увы, безуспешно. И вот наступает момент Икс. На горке появляется ИС-6. Сводится, стреляет и рикошет. Арта всё ещё жива и даже захват не сбит. ИС решает подъехать и разобраться наконец с проблемой. Но и тут ВБР на стороне заведово более слабого. ИС-6 мажет, арта преспокойно прячется за трупом и берёт базу. Вот такая победа! На этом разогрев закончен и переходим к номинациям. Снайпер недели В номинации «Снайпер недели» мы покажем вам сразу три удачных выстрела. И чем выше место, тем более удачлив стреляющий. Для начала заглянем на линию Зигфрида, где леопард прототип А с самого начала боя разбирает соперника за соперником. А потом производит филигранный по точности выстрел в почти уже бездыханного Т-69. Бедняга становится шестым фрагом в копилке нашего представителя кошачьих и первой жертвой в этой номинации. А вот и второй пораженец. ИС-3 и союзный Т-34 пытаются догнать двух ваншотных ИС-8. И вот когда кажется, что они уже ускользнули и смогут занять выгодные оборонительные позиции, ИС-3 производит выстрел. Да какой! Снаряд пролетает между башней и корпусом Т-34, затем под дулом и корпусом того же союзного Т-34, только уже мёртвого, и попадает точнёхонько в тушку врага. Посмотрите ещё раз! На ходу. Без сведения. Такое ощущение, что снаряд, оказавшись между двух тридцатьчетвёртых, загадал желание. И оно определённо сбылось. Новый год как-никак. Но всё-таки первое место в нашем рейтинге снайперов этой недели занял кое-кто другой. Карта Эрленберг — стандартный бой. Игрок под ником Брузако на Т-28 попадает в середину списка и начинает заниматься обычными для ПТ делами. Выбирает позицию и по возможности дамажит засвеченных врагов. Вот только до поры до времени убить никого не получается. Команды идут ноздря в ноздрю, но тут нашему герою начинает переть. Сначала к нему выкатывается ничего не подозревающий ИС, затем под горячую руку попадает Т-54Е1 и зазевавшийся 212А. Союзный Лев подсвечивает вражеского Лоррейна и тут же отправляется в ангар. Т-28 отчаянно выжимает все свои 18 км в час и успевает убить Як-Пантеру. Но вот незадача — осталось 15 секунд. Один враг — и только совета уже мёртвых товарищей и его местоположение. Ах! Была не была! 6 секунд! Выстрел и… есть! Победа! За фантастическое везение и отличный решающий выстрел игрок с ником Брузако получает от нас почётное звание лучшего снайпера недели. Поздравляем! Танк на Малиновке Лучшим разведчиком этой недели становится… любой танк на Малиновке. Да, друзья, именно так. Вы часто и активно присылаете в данную номинацию бои именно с этой карты. И проанализировав ваши реплеи, вы пришли к выводу, что тут есть свой очень хитрый алгоритм. Рассмотрим ситуацию, когда вы играете на светляке и появляетесь на верхнем респе. Одной из лучших тактик будет отправиться в квадрат F5. Находим нужные кусты и стоим. Всё. Больше делать ничего не нужно. Затем дожидаемся, пока союзники по вашим разведданным набьют 5-7 фрагов и меняем позицию. 5 секунд экшена, доезжаете до следующих кустов и… стоите! Но это ещё не всё. Что, если вы играете на тяже, но в душе вы, светляк? Для тяжёлых и средних танков тактика игры на Малиновке с верхнего респа выглядит вот так. Начиная бой с нижнего респа, тактика будет выглядеть иначе. Для светляка это всё те же кусты на F5 и смена позиций при 5-7 фрагах. Но здесь есть варианты. Например, можно обойтись без зубодробительного экшена и… просто стоять. Все другие танки могут попробовать светить вот так. В общем, друзья, мы искренне хотели дать голды всем разведчикам с Малиновки. Но поделив количество золота на количество реплеев, получилось где-то пол голды на человека. Так что просто переходим к следующей номинации. Защитником этой недели становится игрок с ником MCCasha на 140-ом объекте. Вообще, всё сражение он действовал ну очень грамотно и аккуратно, и подобные комментарии займут время всего боя, поэтому подсократим. Стоп! Пока больше похоже на воина, но вы только посмотрите, что он вытворит дальше. На захвате целый Т30, а у нашего героя три сотни единиц прочности. Лопнет даже от фугаса. Выходить в лоб совсем не вариант. Остаётся последнее средство — брать врага из Мором. Прикинув, что в прошлый раз его видели на ЖД, 140-й отправляется к базе со стороны Зелёнки. А вот и захватчик, который пристально вглядывается не в ту сторону. Один точный выстрел — и по газам. Пока противник поворачивается и сводится, СТ успевает сменить позицию и ещё раз наказывает неповоротливого американца. Ещё под свет — и ещё удачный выстрел. Но это не повод расслабиться. Пора переезжать. Наш защитник колесит по карте в поисках удобного места. И тут полоска неожиданно сбрасывается, а потом снова начинает заполняться. Почему — неясно. Может, соперник решил поехать в атаку, но увидев в чате комментарий по этому поводу, передумал, ну или просто поворачивал башню и слишком сильно ударился рогами о вагон. В общем, пишите ваши варианты в комментариях с тегом «Почему Т30 бросил». А мы вернёмся к СТ. Наш герой умудряется ещё раз безнаказанно сбить захват. Прикинув, что времени на объезд хватит, 140-го решает и вовсе сменить фланг. Противник ваншотный, хорошей подвижностью не отличается, так что, как гласит новая пословица, пока Т30 повернёт, СТ три раза провернёт. Может, даже до характерного щелчка. Удачный засвет! Выстрел! Ах, без урона! Ладно, хоть захват слетел. Время есть, так что лениться наш герой не стал и сменил фланг ещё раз. Да, весь этот длинный крюк обратно, как только терпение хватило. Ну, хотя бы ехал не зря. Выстрел в уязвимый борт, не пробил и даже захват не сбил. Неловкая ситуация. Т30, видимо, приходит к выводу, что ему наконец-то попёрло и решает попереть вперёд сам. Но в многострадальную башню тут же прилетает очень весомый контраргумент. 140-й наконец-таки зарабатывает победу. А ещё 9 фрагов, 409 очков сбитого захвата и звание Защитника этой недели. За наглядную демонстрацию принципа «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Поздравляем! Ну вот и пришло время нашей главной рубрики — лучшие реплеи недели. Сегодняшним победителем стал игрок с ником Lusivarian. На Крусайдере SP. Вы не ослышались — это арта, которая ещё задом ездит быстрее, чем передом. Конечно, я очень скептически отнёсся к этому номинанту, когда отбирал реплеи для передачи. Арта? Да на такую номинацию? Настрелял, небось, вслепую или везло на пробитие. Но бой я решил всё-таки посмотреть и не пожалел. А дело было так. Утёс. Шестые и седьмые уровни. Наш герой особого внимания сначала не привлекал. Стоял себе, постреливал, поддерживал товарищей на флангах. Снарядов в эту самоходку загружено много. Так что работать по пропавшим из-за света противникам можно без боязни растратить боекомплект раньше времени. Обе команды примерно с равным успехом перерабатывали друг друга на металлолом. Круссайдер старался помочь по мере сил, но, несмотря на пять фрагов, переломить ход сражения не получалось. Союзники превращались в груды обломков один за другим, и вскоре наш герой остался один против четверых. Ехать топиться далековато. Да и не по-мужски это — отдавать врагу победу без сопротивления. Остаётся сражаться до последнего. Аккуратный выстрел по СУ-152 особого урона не наносит, а вот Лоррейн, подкравшийся с тыла, вполне в состоянии закончить бой без промедления. Но, к огромному сожалению француза, ковбойскую дуэль он проиграл, да и в ближнем бою забрать англичанина не вышло. 11 очков прочности — это совсем не серьёзно. Самоходка может развалиться, просто если мехвод решит сесть поудобнее. Но разве это может остановить настоящего бойца? Нет. Аккуратный засвет. Сведение из окустов. Выстрел. Перелёт. И скорее в укрытие, раз задний ход позволяет этой лихой боевой тачанке гонять с такой скоростью. Томительное ожидание противника. Засвет. Попадание. Ещё две сотни хитов списано. Теперь главное — закрепить успех. Выжидать сейчас — оправданная необходимость. Чуть вылезти, засветить, стрельнуть. И ещё 100 урона. Откатываемся для перезарядки и слышим то, что в такой ситуации противнее, чем гвоздём по стеклу. Сирена оповещает о начале захвата нашей базы. Но беда не приходит одна, и вот уже вражеский хумель норовит закончить бой. Выстрел и промах! Живём! Лови ответ! Тоже мимо. Ладно, расслабляться некогда, тем более, когда рядом валятся деревья. Ждём. Есть! СУ-152 отправлен на покой. Продолжаем в том же духе. Ещё два врага и почти наполовину захваченная база. Нужно выйти на огневой рубеж. Есть засвет неприятеля. Прицеливаемся. Сводимся. Сводимся. 99% захвата и выстрел! Да! Сбиваем захват, а заодно и минусуем орла почти на 200 хп. Секундный передых, и враги пропали из-за света. А захват базы уже полным ходом идёт по новой. Выстрел вслепую. Мимо! Ничего. Время есть. И нужно увидеть врага. И мы его видим. Тот самый недобитый Арл решил идти сражаться и выехал на свои похороны. Теперь один на один. До базы не успеть, а вражеского хумеля не видно. Но нет. Вот же он. Нужно просто попасть. Да! Победа! Вот это да! Крусайдер СП оказался в почти безвыходной ситуации. Но воля к победе, грамотная игра и всемогущий ВБР помогли игроку с ником Луси Вариен победить в категории лучший реплей этой недели. И на этом у меня всё. С нетерпением ждём ваши реплеи и комментарии. Пожалуйста, присылайте ваши интересные бои на сайт whatreplays.ru. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok